Я хотел бы перед тем, как мы перейдём к обсуждению конкретных вопросов, напомнить, что это не первая ситуация подобного рода, которую мы проходим. В 2008-2009 мы это проходили, и тогда тоже кризис пришёл извне. Напомню, что он начался с обрушения ипотечной системы в Соединённых Штатах Америки, потом затронул другие страны, до нас добрался. Сейчас тоже, по сути, одна из главных причин ситуации в экономике – это ситуация на внешних, в данном случае, сырьевых рынках, что на нас серьёзным образом отражается. Если говорить о так называемом санкционном эффекте, то напомню, что в условиях кризиса 2008 года желающих предоставлять кредиты российским финансам учреждений тоже что-то я не припомню. Наоборот, так называемые маржин-коллы возникали, а мы решали эти проблемы исключительно собственными средствами, прежде всего опираясь на наши институты развития и имеющиеся резервы. В этом смысле мало что изменилось. К сожалению, мало изменилась и структура российской экономики, но вот те ограничения внешние, с которыми мы сталкиваемся сегодня, может быть, наконец-то подтолкнут нас к тому, чтобы эту структуру менять более энергично. Это первое. А второе, мы убедились, что, несмотря на внешнюю стабильность международных экономических правил, на самом деле они подвержены эрозии под давлением политических факторов. Мы в известной степени даже проявляли определённую наивность, полагая, что это такие фундаментальные основы мировой экономики, которые являются незыблемыми. Это тоже для нас в известной степени урок, и на самом деле это должно нас подталкивать к тому, чтобы повышать свой суверенитет в сфере экономики. Но, разумеется, оставаясь, как мы многократно подчёркивали, неотъемлемой естественной органической частью мировой экономики. Вот, исходя из всех этих параметров, спокойно давайте обсудим все ваши предложения, которые были подготовлены за последние полтора месяца.